Welcome, welcome, welcome! Ребята ждут от них только победы, но они проиграли свой матч супермотивом из Турции. В итоге, ну вот, мы пришли к новому дню, к второму кругу. Напоминаю, что на прошлый круг все команды на синей стороне одержали победу в группе А. В группе А все команды на синей стороне одержали победу. Шесть побед на синей стороне. У Rampage сегодня три игры на синей стороне. Они не имеют права ошибаться. Google написал красные коницы. Хорошо, если Google считает, что красные коницы переводятся как коницы, тогда ладно. Тогда это конина и все, не паримся. Красная конина в бой. Lulu забирает на синей стороне команда Rampage. Напоминаю, что это наши японские товарищи, наши самураи, которые любят РПГ, но в Японии кто не любит РПГ? Глупости какие-то, поэтому так и есть. Так оно и есть. Японцы РПГ сказали, что нет им равных в этой группе, и они пройдут. И единственное, с кем они хотят реально поиграть, это с корейцами. Ну и даже сейчас английские комментаторы на это подшучивали и говорили, что может они и поиграли в перерывах. Ну, целый день же у них был отдыха, пока они смотрели, как Virtus.pro проигрывает. Пока они за этими матчами следили, они могли свои матчи договориться, договориться с корейской командой SKT, которая находится уже там, в Сан-Паула, и поиграть с ними против Фейкера, против Пената. И, возможно, уровень... Опа, да у них L есть! Нифига, у них L в команде! А это вообще честно, что у них L в команде? Ничего себе! Нам срочно нужен Ягами Лайт. Только Ягами Лайт с ним справится. У Ред Каницов должен быть Ягами Лайт. Кто понял шутку про Элла, ставьте плюсик. Кто не понял, тот не очень. Но Элла нам показывают очень серьезно. Так вот, что сейчас английские комментаторы нам рассказывали про команду Rampage? Они решили их дальше защищать? Я не знаю, как можно... Почему L не черный? Да, но он еще, кстати, сериал-то не вышел. Так что он еще не должен быть черным. В октябре вроде бы выходит этот сериал. И там он будет черным. Пока, пока он еще каноничный. Пока каноничный. Так вот. Что за защиту английские комментаторы в сторону Rampage вынесли? Они вынесли вердикт, что Rampage прошли весь сезон, разгромив всех, все команды в Японии с такими нереальными щитами, играя в патчах не 7,8. И что они, бедняжки, переехали сюда, в Сан-Пауло. И в Сан-Пауло оказалось, что будет патч 7,8. И они не успели подготовиться. Вот суки. Вот суки, бразильцы. Патч-то поменяли, твари. Хотя этот патч уже как целый месяц существует. Ну ладно, патч 7,7 существует целый месяц, 7,8 только неделю. Ну ладно, не смогли подготовиться. Хотя это какие-то дурацкие оправдания. Те же самые, которые вы тут пишете мне про то, что Virtus.pro просто еще молодые. Ничего не знают. На ProScene не были. Все команды не были на ProScene сегодняшней. Все команды приехали на патч 7,8 играть. У всех одинаковая ситуация. То есть нет такого, что одна команда уже там, не знаю, год играет на этом патче, а другая только сейчас приехала. Но там же еще такие изменения, да. L это герой из тетради смерти аниме. Спасибо, уханах. Virtus.pro точно не знает, потому что играть не умеет. Не-не-не, у Virtus.pro все было нормально. Так как мы сейчас делаем запись, давайте эту шутку я повторю под запись. Хотя мало народу, но это важно, ребят. Я думаю, это важно. Я сегодня провел интервью с представителем Риотов. В качестве представителя Риотов была Джинкса. Я ей задал вопрос, как тебе выступление Virtus.pro вчера. И она мне ответила. Вот, у меня здесь запись есть. 10 минут интервью, но мы все слушать не будем. Немножечко, немножечко, чтобы вы оценили это все. Ну, в общем, я надеюсь, вы оценили эту шутку второй раз. Мы ее в перерыве тренировали. Джинкса недовольна, скажем так, выступлением Virtus.pro, но не сегодня о них мы будем говорить. Сегодня мы будем говорить о команде Рампейдж и Рэд Каницах. У Рампейджов нет пути назад. Как настоящий самураи, им поможет только Харакири теперь. Им нужен 3-0 делать сегодня. И надеяться, что все остальные команды сыграют именно так, как им нужно. Но чувствую, что такого не произойдет. Чувствую, что такого не произойдет. И все закончится 0-4 здесь и прямо сейчас. Хотя они взяли себе Кагмава. Кагмава с Лулу. И одновременно с этим на топе у Еви будет играть у нас на заглот-проглоте. Да чемпионе, у которого скилл называется «Хватай-глотай». Так что, ребят, есть шансы сохранить жизнь Кагмаву. И в лейте, конечно же, Кагмав разобьет всех и вся. Но вот интересно, мне нравится вот это противостояние. Рыбное противостояние на топе. Это сушебитва. Я бы ее назвал. Рыба против жабы. Чья кухня сильнее? Японская рыба, соответственно. Либо китайская жаба. Посмотрим. Хотя, на самом деле, здесь у нас бразильцы играют против японцев. Я так смеюсь, когда плачу. Да по-любому Риуты рассказали, что будет почти 7,8 другим командам. А ВП и РПГ не рассказали. Да, точно. Так оно и было. Я в этом абсолютно уверен. Кстати говоря, ну пока игра загружается, мои изыскания привели меня к чему сегодня днем. Я решил зайти на сайт op.gg, посмотреть на чемпиона Казикса и Лисина. И увидеть, как много игроков играет со штурмрайдерами на этих чемпионах. И знаете, что я увидел, ребят? 0,5%. 0,5%. Это 0,5%. Понимаете, да? Действительно играется с штурмрайдером. Есть такое? Штурмрайдер. Это уникальные люди. Причем винрейт их не особо имеет разницу от стандартного винрейта, когда ты играешь с тандерлордом. Лисина еще есть с варлордом. А Казиксы самый высокий винрейт, как ни странно, с Граспом. Но это, видимо, топеры. Казиксы, их 10% существует. Дурачков, которые на топ берут Казикса, с Граспом его играют. И у них винрейт за 60%. Так, у Казикса 56%, у Лисина 53%, со штурмрайдером 54%, у Казикса и 53% те же самые, у Лисина. Так вот, ребят, просто Креокс, он уникальный человек. Понимаете? Мы должны радоваться, что попался вот такой вот классный джанглер, который правильные берет для себя мастерки, подстроенные под него. Ведь он подпадает под 0,5 игроков планеты. Спасибо, что он есть в этой команде. И это искренне. Кстати говоря, еще интересная ситуация. Я решил тогда посмотреть и Эвелинку с Элизой. Я, как оказалось, действительно играю те же самые руны, которые самые популярные и самые лучшие по математике считаются. Но есть руна у Эвелинки, которая лучше, чем у меня. Но это интересная ситуация, чем она лучше, сейчас скажу. Ну, обычная Эвелинка самая стандартная играет полностью ability power, 9 армора, желтые и красные на AD. 9 AD вы берете себе. Так вот, самые лучшие считаются. 8 AD взять и 1% крита. У них винрейт на меньше, чем 0,1% выше. Но этого все равно есть, она выше. То есть там винрейт получался, по-моему, 53,90, а здесь 54,1 винрейт. 54,1. Вот такая вот интересная ситуация. Ну, то есть один раз там будет прокать тебе этот крит, и ты будешь наслаждаться. Ну что ж, поехали, ребят. Давайте смотреть уже на настоящий матч настоящих команд. Одна из них сегодня пообещала, там даже было тренерское заявление о тренера команды Red, что сегодня они готовы как нельзя хорошо и возьмут реванш у супермассивов. Но чтобы добраться до супермассивов, им сначала надо разобраться с РПГ. А чат Ютуба читается? Читается. Там вопросы просто особо не задаются. Здравствуйте, там написали. Здравствуйте. Очень такое громоздкое сообщение, информативное. Здравствуйте. Здравствуйте. Это сейчас сарказм? Никаких сарказмов. Тебе табличку дать? Будешь поднимать ее. Точнее, я буду ее поднимать, а ты будешь смотреть на нее. 0-0 пока у нас счет. Чуть-чуть впереди идут Red за счет фарма на миде, потому что у Рамуна, как оказалось, небольшие проблемы возникают за Арией при фарме. А тут у нас Казик с Тандерлордом. Грасп на топе. И любопытно, что с Фервором играет Кагмав. В салуку я чаще всего вижу со Штормрайдером как раз Кагмава. Это чтобы от него не убегали в лейтгейме. Но зато с Фервором, конечно, Лейнинг Фейс получше должен стоять Кагмав. Хотя пока у нас Кагмав и на линии-то стоит не очень. Фейс, пошел Волынчик, нету мана у Еви, и Фейс этим хочет воспользоваться. Хотя на проглоте, я думаю, мана ему хватит. Он будет ли проглачивать? Нет, он пока ничего не делает. Флэша дает стан через кушку и First Blood на Физе. Напун здесь приходит, потому что это, оказывается, был ганг. Мы этого не знали. Ребята, еще одно дает кушку Еви и отфлэшивается Напун. Он остается в живых, еле-еле. Руки поднимает Еви, потому что он понимает, что ему маны не хватало, чтобы убить двух игроков. Но это интересно. Том Кенч на топе в свое время, ребят, много игрался. Но потом люди поняли, что его выгоднее все же играть как саппортом, чтобы можно было после того, как линии лейнинг-фейсы заканчиваются, чемпион не был ограничен в своих возможностях передвижения. Потому что он может вместе с топпером, вместе с джанглером организовывать ганги на миде, на ботлейне, ну, где угодно. За счет своей ульты летит за спину. А если вы берете Том Кенча на топ, то, скорее всего, у вас получается, что джанглер будет ассасин. И, ну, это сложнее будет организовывать. Ну, как бы это вам объяснить. Понимаете, вот представьте ситуацию здесь гипотетическую. У нас за место Лулу стоит Том Кенч. Все еще есть Казикс, а на топе у нас Ренектон. И как бы притащить Ренектона в пасте, в тимфайт, либо притащить Казикса в пасте в тимфайт. Чувствуете, да, разницу? Конечно же, выгоднее Ренектона. Ну, кто-то скажет, ну, тогда могли они саппорта взять танка. Ну, тогда как Мава нельзя было бы сыграть. Тут, короче, такая палка о двух концах. Ну, сам по себе пик Том Кенча на топ – это работа, рабочая схема. Можно, можно играть. И даже, наверное, иногда нужно. Но здесь попытка какая-то гангов от Напуна. Ничего у него не получается. Кстати, после первого дня, ну, так как все команды сыграли ровно три встречи, я решил посмотреть на статистику. И могу похвалить Бластинга без всякого сарказма. Табличку я не поднимаю, ребят. Он является топ-3 киллеров этого турнира пока что. На первом месте идет у нас, угадайте, кто? Кто угадает, получит от меня ничего. Есть смысл угадывать, как обычно, ребят. Я не буду специально на топ-1 называть. Топ-2 был медленер команды... Это... Как его? Оптимус, Оптимус. Вот, Оптимус. Топ-2 был. Топ-2 Оптимус из Вьетнама. Топ-3, получается, игрок адекере команды Virtus.pro Blasting. А топ-1... Никто так из вас и не написал. Ну, ладно, тогда потом к нему вернемся, когда... Вы захотите общаться со мной. Ну, а я пока вернусь к чему я вообще все это начал рассказывать. К тому, что я посмотрел статистику на Пуна. И оказывается, что команда Red целиком и полностью зависит от этого игрока. 90%, ну, если быть точным, 89,5% kill participation у него. То есть он участвует во всех киллах своей команды. Практически они без него ни шагу вперед, ни шагу назад. Fafabolos, Faker, Doxy. Такие вы слабые. Вы должны были догадаться. Сайтнот, конечно же. Адекере, которого я сразу же отметил в первой же игре, когда он на Кетлин побожил. И в оставшихся двух играх он сделал такие же нереальные статы. В итоге он сделал уже 16 киллов, 11 ассистов и всего одна смерть. Это самый максимальный КДА этого турнира. У него 9,5 в среднем мопцов за минуту он убивает. 9,5. Это тоже дико много. Посмотрите, это топ-1, кстати, статистика. Самый высокий КДА, больше всех киллов. В общем, однозначный MVP этого турнира пока что он. Но у нас пока все продолжается. Тасл на ворде спалился, но пока Казикс только фармился. Если вы обратите внимание, Тасл вообще никуда не ходил. Я слабо запоминаю имена, поэтому даже не гадал. Вот оно что, Михалыч. Так ты такой слабо запоминающий имена. Тасл находит хоть какой-то кемп. Попытается немножко поворовать у Напуна. И через майт у него это получается. В этот момент Рамун жестко зазонил Тоскера. Ой-ой-ой-ой-ой. Тасла поймали. Он на вордах что ли стоял? Не заметил. Напун слепую кинул кушку. Попал прямо в Казикс. Там не было ворда. Он поставил кусты и тут же дал туда кушку. И врыв был Ари спасательный. Спасли. Чудом. Кстати, еще сюда прилетел Еви на ульте. Но этого я даже вообще не заметил. Пока все еще 1-0. Вот этот килл на топе, который организовал Том Кенч самостоятельно во время ганга. Это все, чем могут похвастаться команды. Давайте посмотрим, что здесь произошло. Чарм произошел. И Ол-Инчик от Рамуна произошел дальше. Ну, молодец. Хорошо сыграл. Поймал Лебланк на одном из ее прыжков. И даже потом снял флэш. Вот этого мы с вами не видели. Аналогично тоже. У вас слабая память не имена. Когда занимаетесь любовью, называете не Лена, а... Какое есть второе имя? Игорь. Я пытался вспомнить второе женское имя, ребят, кроме Лены. И, к сожалению, вспомнил только Игорь. Ну, случаи в жизни он так... Такие случаи в жизни бывают. Что поделать, ребят? Дракон у нас какой, кстати? Маунтайн Дрейк. Маунтайн Дрейк. Ну, за него пока сражаться, наверное, ни одна из команд не будет. Вообще, если посмотреть на команду Редда, они какой-то сумасбродный пик сделали. Почему я его так называю? Потому что, ну, вообще не сочетаются чемпионы. Практически ни один. Обычно по двору соберется Ауешки. А Ауешек у них, по сути, нет никаких. У них, скорее, Варус должен играть тогда в леталити, потому что... Больше похоже на Паук сетап у команды Редд с одним десенгейджером. Это трэш. Лебланка на Ауешками не обладает, она ассасин. Для нее желательно джанглера танка, либо джанглера ассасина. В итоге джанглер у нас ютилити. Какой-то вот реально очень странный пик. Единственное, как я вижу, его можно разыграть, это 3-1-1. Если играть его как 3-1-1, тогда, да, все может сработать. По-другому никак. Вышка, кстати, снизу первая упала. И тут же пошли на вторую вышку. Но в этот момент Тасла ловят здесь, в Красном лесу. И ваншоты этого Лебланка вместе с Физом. Прилетает сюда у нас Лулу вместе с Ари. Прыгивают в Таскелька и... Да, минус Токерс, минус. Я его Таслом почему-то называю. Тасл у нас Казикс, конечно же. Но минус Токерс должен произойти. Его проглатывает. Еви убивает. А в этот момент Роба отзонил Рамуна, чтобы тому килл не достался. И даже еще агрессивнее считает. Ой, откуда не вознись, появляется трэш, который дает хук по Еве. И Еву убивает, забирает себе красный и синий баф одновременно этот Физ. И, ребят, очень много РПГ потеряли на этой ротации. Хотя их-то сетап, мне кажется, был получше. Ну, не надо было Таслу там отдаваться. Ему надо было просто помогать команде ломать вышку на топе и дальше продвигаться. То есть, получается, РПГ не использовали своего джанглера для пуша, в то время как Реды использовали своего джанглера для пуша. А Тасл, вот видите, он здесь что-то стоял. В итоге Кагмаф остался просто на топе пушить. Ари сюда начала смещаться в эту битву, но не успела. Роба убежал в одну сторону. Лебланк на прыжке вернулась назад, ее с флэша поймали. Хотя не очень тут классно Рамуна покидал спеллы. Всегда поражаюсь урону от Том Кенча. Фулл танк и реально ваншот. Но у него процентный урон, поэтому поражаться не имеет никакого смысла. Сами по себе цифры довольно хорошие и процентный урон. Но при этом у него скейлы мизерные. Именно поэтому его и не играют в дэмэдж, а играют именно просто в танка. Куда он побежал от Арии? Я не знаю, куда он побежал. Надеялся, что может Том Кенч успеет до него долететь, как-то спасти. Но счет становится 2-2. И по золоту, вы видите, Реды вышли эпик вперед, потому что забрали себе в ФБ вышку. Первую вышку они убили раньше. И еще одну вышку снизу доломали. Теперь гигантский пак будет мопсов постоянно в эту сторону пушиться. И кому-то надо будет с командой РПГ всегда там находиться. Ну что ж, могу отметить одно. Казикс, который просто фармился, в итоге даже не перефармил Иверна. Потому что напоминаю вам, ребят, что если Иверн забирает себе лесные кемпы, он чуть меньше зарабатывает количество кс-ов в цифрах. В отличие от Казикса, который, ну, полный вейвый. Если клирит, то должен получать вроде бы много. Ну и по левелу мы можем видеть, что равный Казикс левелам Иверна. И Иверн гораздо лучше от него. Его переиграл, можно сказать. И Иверн себе заработал в этой игре пока только ассист. Но сейчас еще дело для своей команды дракона. Это за счет того, что вышка снизу убита. Или Бланк спокойно пропушила дальше. Хотя даже у него вардов нет. Она ничего не беспокоится. И мне кажется, Реды так уже игру и будут доводить до конца. РПГ. Единственная их возможность пересидеть. Как-то еще 20 минут с плюсом. Даже там не 35-я нужна минута, а дальше. Вот зря они эти телепорты затеивают. Потому что теперь у них не будет телепорта. А вышка на меде, по-моему, не страдала. Ну, то есть вряд ли бы ее кто-то там убил. Ари все равно уже сместилась. Кстати, Ари нашла здесь пингварт. Простой вард за счет пинка. И выбьет сейчас. Это новые японцы. Они просто все на одно лицо. Да нет, те же самые. Те же самые. По скиллу видно, что ребята просто как-то рандомно бегают по карте. И не особо понимают, куда им себя присунуть. Ну, а 3-1-1 пуш от Редов будет какое-то время упираться в Том Кенча. Я думаю, Том Кенч подали где-то 25-ю минуту. Но РПГ-то свободно. То есть нельзя будет ни драконов следующих делать. Вот там Инфернал будет. Нельзя будет его свободно сделать, сражаться за это Редом. Нельзя будет на Шора делать. Это точно. А это хорошо. Кагмав, потому что в лейтгейме, сами понимаете, какой сильный. Но опять же, Кагмаву нужна будет вся команда. Ему нужно будет, чтобы все игроки объединились рядом с ним, и он пошел пушить. А Реды в этот момент будут играть 3-1-1. Так что мы можем и не увидеть настоящую силу Кагмава в этой игре. Но, кстати, может и увидим. Просто бывает такое, что некоторые команды забывают о том, что у них 3-1-1 пуш. И в какой-то момент просто бросают это дело. Вот вчера мы такое видели у Лайнов. Помните, Лайны против вьетнамцев играли? Против... Как у них команда называется? Маринос. Маринос, да. Гигабит Маринос. Ну, так вот. Эко там сплит-пушил, сплит-пушил. Открыл уже ингибитор. А потом что-то щелчок у него какой-то в голове произошел, и он больше туда ни разу не пошел. Я даже не говорю, что ему надо туда было идти, на открытый ингибитор. Ну, снизу вышки-то стоят. Иди вниз, делай то же самое снизу. А его как переклинило после 25-й минуты, и он больше вообще на сплит-пуш так и не ушел. Хотя телепорт у него был. Ну, и... Такое просто иногда бывает, что во время игры ты тупо забываешь свою стратегию. И как в том знаменитом меме, если у вас есть какая-то тактика, то давайте ее придерживаться. А то тут парень вчера не придерживался, вот и все. Ну, а сегодня, если Реды будут придерживаться своей тактики, которую они на банных пиках выстроили, то, соответственно, вряд ли как Мафс может стать полезным в лейте. Но 3 на 3 сражения, конечно же, они будут легко выигрывать. Но пока, пока мы только видим, как вышки падают. Со следующего вейва можно будет сломать эту вышку. Более того, Том Кенч вынужден, так как у него нет телепорта, возвращаться теперь уже на топ и придавать эту вышку. Он хотел организовать здесь битву, но не получилось. Кстати, тут Лулу неудачно тратит по рассветку. Он при этом не просвещает непросвещенных. Странно. Привет всем. Да, привет, привет, привет. Все, кто подключается. Кенч на топе в ТФ. Ну, Кенч на топе. О, вот это хороший момент. Правда, чизанули немножечко. Опа, подожди, у Таслова небольшие проблемы. Рамон попадает в ульту Варуса и вылезти от нее не может. Том Кенч прилетает, проглатывает. Кого я даже не заметил, но выплюнет этого игрока. Это был Диод. Диода убивает в ответ. И это у нас килл в килл. Но, правда, Физ все еще жив. Физ пытается убить Еви. У него это получается. В этот момент бедный Кагма практически не может сражаться. Так как он выключен был из сражения одной лишь мандаринкой. Вкусная мандаринка попалась. Он вынужден был ее убивать. Она его два раза, по-моему, подкинула вообще за этот файт. И команда Рэд выигрывает битву минус 4 за одного трэша. Ну, не самую лучшую цель выбрал Еви. Проглотил ее. Убили они трэша. Но при этом застряли все в ульте трэша. И с самого начала вот эта вот потеря Рамуна, которого хукнули. Потом цепь. Потом ульта Варуса. Рамун так ничего и не сделал. Так, кстати говоря, ребят, сегодня, кто не в курсе, кто не в курсе, если ваша пассия, там, не знаю, ночью куда-то собирается, возможно, она ведьма. Потому что, кто не знает, сегодня, как эти праздники называются, ведьманский праздник. С 30 апреля по 1 мая всегда ночью ведьма проводит свой шабаш. Так что есть шанс, что вы можете выявить, не является ли ваша пассия ведьмой. Во-во-во, Вальпургиевая ночь. Во, вот так вот. Вальпургиевая ночь. Вивичат читает, я вообще-то это знал. Я не знал название, вот я сейчас прочитал Вальпургиевая ночь. Чат читать. Я просто ходил на эти. Орги, ой, шабаши. Тут у нас козик, спрыгивает Роба, наносит немножко урона, уходит в ульту. Еще немножечко урона, продолжает дальше в ульте бегать. И можно убить Роба. Ну, Роба перед смертью своей, перед смертью ли своей, ребят. Он убивает Казикса и на фонаре улетает like a boss. При этом Ари так и не смогла добраться до Физа. Физ становится уже 5-1. Казикс его неплохо раздамажил, но при этом не ожидал Казикс, что ответный урон от Роба будет настолько сильен. Че-то страшно, мне мама сказала, что к родственникам поехала. Ну, так и есть. Так оно и есть. О-хо-хо. О-хо-хо, это Санта-Клауса. Ба-ба-бах. 3-7 у нас счет. Классальное преимущество, конечно, команды Red и по пониманию игры. И по лейнинг фейзу вы можете посмотреть, сразу это бросалось в глаза, что Напун победил Тасла, при этом Ботлейн БРТТ разгромил. Как его там зовут? У меня там чатик просто перекрывает его ник. Сейчас увидим как Мауа, когда я прочитаю его ник. Пока мы только Стасла видим, бедненького. Ну, а японцы теряют даже теоретические шансы на выход из этой группы на первом месте. Ну, теперь, я думаю, для них осталось только хлопать дверью. А желательно не себе по мизинцу. Просто хлопать дверью. Ломать кому-нибудь игру. Заканчивать со счетом 1-5, либо, может быть, даже 2-4 эту групповую стадию. Ехать домой с поднятой головой, но с порезанными животами. Нас тут показывают 16-0 рекорд редов в их лиге, если они к 20-й минуте были впереди по золоту. 16-0. Это довольно прилично, если что. Ятори Мояси. Да, Ятори Мояси его зовут. Ну, Ютори, только там комментаторы Ютори Мояси его читали. Virtus.pro все? Ну, сегодня они не играют. Virtus.pro завтра будет продолжать играть. Если ты прослушал все, то интервью мы брали у Джинксы. Ты его, видимо, прослушал. Но я в перерыве могу его повторить для особых гурманов. Но на записи второй раз это повторять боюсь, потому что тут уже цензурой попахивает. Зажигаем охранный круг огней от ведьм. Воу-воу-воу-воу. Адеварс для слабых. Опа! Рамона здесь хуком ловит трэш. Рамон в упор, как будто не видел этот синий тринкет, зашел в Трайбуш. Даже его не выбил. Сразу же получил хук и вынужден был потратить и ульту, и флэш. Рамон. Самое смешное, что трэш на этом только свой флэш потерял. Но и особо больших потерь это не будет... Ну, не повлияет на игру. А вот у Евика здесь небольшие проблемы. Правда, от него убегает, потому что и Арии, и Казикс туда начали смещаться. Обратите внимание, опять Гуинсу собирают. Да, опять Гуинсу собирают. Ну, это неплохой вариант, я могу точно сказать. У Вароса есть скейл от обилити пауэр. У Вароса от скорости атаки и пассивка работает. То есть, вариант через Гуинса не самый худший, который можно придумать. Конечно же, леталити Варос сейчас полностью уничтожен, так как кушку нельзя так теперь часто кидать, как это было раньше. Так что... Ну, пожалуйста. Серый Эйдор пытается зажечь православные огни против ведьм. Но ведьмы не будут зажигать огни против себя. Еще чуть-чуть увидим АП Вароса. Видели, видели вы АП Вароса от меня? Много раз, кстати. Когда эта карта была, моя любимая карта, как она называлась? Доминиан, да? Доминиан она называлась. Я на ней постоянно тестил чемпионов, сейчас Доминиана нет. Риутом привет. Верните Доминиан. Причем они когда выложили статистику по играм, ну, то есть, знаете, даже есть этот Бэткомедиан там переводил, ну, и другие переводчики занимались этими трейлеры. И вот трейлер по Лиге Легенд есть, ну, который, как он называется, true trailer, да, по-моему, в английской версии это true trailer. В русской версии кто как переводил, правдивый трейлер, либо честный трейлер. Так вот, в нем там одна шутка есть, и она абсолютно правильная. То, что приготовьтесь к сражениям в ущелье призывателей и на каких-то еще других картах. Вот эти вот какие-то другие еще карты, а рам по процентам всего лишь на полпроцента был впереди Доминиан, по статистике, которую Риуты вывели. А 3 на 3 карта еще ниже была Доминиана, но почему-то Доминиан решили выключить. Я думаю, здесь как бы какой-то политический подтекст был. Доминиан круглый. Эти карты квадратные. Возможно, как бы нацики, которые не любят круги, как раз проголосовали, чтобы выключили. Я всегда знал, что у Риутов в дизайнерах работают нацики. Не смогли. Нету равноправия, ребят. Нету круглой карты больше. В арам так мало играет? На самом деле, да, очень мало. Там были проценты. Ну, то есть основную карту играет что-то по типу 95%. А рам играет там полтора процента. И по полпроцента остальные карты. И вот она вот такая вот фигня. То есть, как бы, сам понимаешь. Ну, вообще почти никто не играет. Верните магма-чембер. Да, магма-чембер тоже был. Тут у нас со всех сторон, кстати, продолжается 3-1-1 пуш, про который я говорил. Чармом ловит Токсера. И Токсер погибает. Токерс, Токерс. Ничего. Так надо собраться. Надо собраться. Имена начать читать. Потому что тут серьезные комментирования. Как бы, мне же надо бороться за честь и отвагу. Магма-чембер была неплоха. Еще первая версия... Как эта карта называлась? Как же эта карта называлась? Где против ботов сражались? Первая версия мне нравилась. Вторая версия мне уже не понравилась. Их, когда там Тима в конце появляется, где надо было выстоять. В той версии хотя бы победить можно было компьютер. А вот во второй версии победить компьютер невозможно. Он просто слишком силен. Там надо просто продержаться, пока Тима не появится и не начнет вас убивать. И Тима тоже надо продержаться. Вот. Там одни боты в домине они были. Ну, не знаю. Там, где я играл, мы даже 5 на 5 находились. Дум-боты, да. Карта с дум-ботами. Там, где я играл... Ну, точнее, тогда, когда я играл в домине, мы даже пятером играли. Реально 5 на 5. И у нас было даже несколько раз партейка. По-моему, 4 раза. Это мы на стриме гоняли. Я, Скай, там, Хоскер, Маня. И мы 5 на 5 сыграли 4 раза. 4 раза. То есть против одной и той же команды. То есть нормальная тема. И карта реально умная. В отличие от остальных. Я не хочу обижать аром-плееров, но кроме скиллшотов, там ничему вы больше не научитесь. Да и скиллшотом вы там толком не научитесь. Карта абсолютно глупая, не сбалансированная, не рабочая. Когда доминиан, может быть, и не был сбалансирован. Не может быть, а точно. Но при этом карта реально умная. Там сотни вариантов, как можно было выиграть. Можете просто расфиживаться, можете ходить командой, захватывать объекты, можете сплитпушить, так сказать. Можете играть в тавер-дефенс, защищать объекты, которые захватили. Это реально классно было. В 3 на 3 там тоже дисбаланс жесткий. Там, чтобы это сбалансировать, я не знаю, что надо сделать. Потому что, ну, вот из этих даже чемпиона взять, Кагмаун там играть невозможно, Лулу там играть невозможно. Варус там не играется, Трэш не играется, Ивер не играется. Ну, вот и остаются вот полтора чемпиона, которыми можно там поиграть. Ну, и когда у тебя в Лиге Легенд 130 чемпионов, а в 3 на 3 можно играть только 30, остальное просто бред. Первые два сезона доминиан можно было найти нормально, как дальше сплошные... Ну, не знаю, что у тебя там. Что там можно было найти. У меня в доминиане больше тысячи игр было сыграно. У меня эта статистика висела там. Помните раньше, ну, в старом клиенте там была статистика по количеству игр. Там не было количества побед-поражений, там было просто количество игр. И вот у меня было больше тысячи игр, и я ни в одной из этих игр не видел, чтобы я играл с ботами. Так что у тебя какие-то неправильные данные. У нас тут фишбейт. Неплохо, неплохо. Рыбалка здесь у нас была, английские комментаторы сказали. Ну, фишбейт, это мне понравилось. То, что рыба себя на клев выставляет, говорит, клюет, не клюет, но на самом деле этот фишбейт не особо повелась команда РПГ, они там ничего не потратили. Попытались убить рыбу. Рыба в итоге сейчас будет подбивать у нас ингибитор. Отпускает его, снова ждет мопцов. И, наверное, даже стоит телепорт нажать, ну, срекольца через телепорт сюда вернуться. Будет фулл хп, фулл мана, почему нет? Так, у нас здесь врывчик пошел. Напуну вынужден отфлаживаться. Остается он в живых, но при этом Варус дает ульту и стягивает команду РПГ. Им теперь сложно будет разбежаться. В этот момент Физ ломает ингибитор. Получилось у него это сделать или нет, пока непонятно. Вот теперь получилось, но его за это убивают. Можно прорваться навек, залезают. Реды выламывают еще одну вышку. И снизу, кто не видит, там Лебланк сломал еще один ингибитор. Ах, эти чертяги бразильские! Не хотят по-пацански посражаться. Ну вот, ублюдки, мать твою, иди сюда. Ну, посмотрите, как они играют. Ну, разве так играют, мужики? Ну, разве мужики так играют? Мужики берут Штормрайдер на Казикса. Мужики пикают чемпионов, непонятно каких, и идут в бой, на пофиг. Рамбл с Жоней, Рамбл с ультой. У оппонентов есть еще Редемшн. Пофиг, влетаем в него, убиваем втроем милишниками. Ай, не получилось. Но в следующий раз получится через год. Вот так мужики играют. А это гейские стратегии 3-1-1. Ненавижу их! Так бы японцы победили. Однозначно выиграли. Но Реды... Ай-яй-яй. Вообще, если задуматься, Вертуса, единственную игру, которую выиграли... Ну, кто не понял, я сейчас высмеивал Вертусов вчерашних. Так вот, единственную игру, которую выиграли, это где им повезло с драконами. Они получили просто себе 3... 2 Инфернала, 2, не 3, а 2 Инфернала. Там просто проиграть было невозможно с 2 Инферналами. Как-то это... Даже... И смешно, и грустно одновременно, ребят. Ведь, серьезно, они не выиграли даже ту игру. Она была на равных, но из-за того, что у них было плюс лишних 16% урона каждому чемпиону, конечно же, они ее выиграли. А если бы им с драконами не повезло, что было бы? 0-3 было бы, вот что. В прошлый раз не ответил, почему на простсцене не пикают нами в саппорты сложной механики или нет инициации? Нет, как раз инициация есть. Проблема идет в том, что очень мало игроков, которые на ней механически могут отыграть великолепно. И на простсцене, если ее пикают, то это игрок, который и так уже славится тем, что он играет нами. Тут у нас Тассл решил фэйсчекнуть, не забирает ли на Шора Реды. Как оказалось, они его не забирают, зато забирают Казикса. Ну и теперь 40 секунд не будет Казикса. Этого времени вполне достаточно, чтобы Редам забрать на Шора, хотя им времени хватало и до этого. Просто они решили поймать кого-нибудь за счет трэша. В общем-то так, кстати, и играется стратегия, когда вы пикаете трэша Блица-Наутилуса на саппорта. Если что, вы выстраиваете вижен, обзорную такую яму для оппонентов. Они ничего в этой точке не видят. Дальше они вынуждены туда идти, потому что иначе вы заберете просто так на Шора, просто так Элдер Дрейка, просто так простого дракона. И заходя туда, они попадают в ваш хук и из-за этого погибают. Вот так вот играются эти чемпионы, никак иначе. Минус Еви, скорее всего. Хотя нет, он пока остается в живых. И у нас там Ямото... Нет, Ятори Мьяса не убился. Ну, команда РПГ, по-моему, просто отойдет сейчас на фонтан и не будет вылезать уже с него. Реды хорошую игру продемонстрировали. Я тут хоть и шутки шутками шутил, но Реды всю игру контролировали, начиная где-то с пятой минуты. Было видно, что они здесь Клиттером командуют и командуют очень серьезно. Докомандовали настолько, что не дали ни одного тимфайта провести команде РПГ. И в итоге Джи-Джи. Ну, а мы пока, ребят, готовимся к следующей встрече. В следующей встрече у нас будет Дайер Вулфсы против супермассивов. И я ожидаю увидеть от супермассивов опять супермассивную игру. Потому что они позавчера, я все буду говорить вчера случайно, позавчера показали, ну, настолько монстр игру. Мне понравилось. Дайер Вулфы, ну, у них 1-2, они могут побороться. Тем более, если начинать бороться за первое место, то надо супермассивов, которые идут 3-0. Реды же становятся теперь 3-1 в этой группе, но все еще находятся ниже по позиции супермассивов. Потому что очную встречу они пока только проиграли. Ну, идем на перерыв. Ждем следующую встречу.